Так как я недавно начал играть в игру Modern Warships, я столкнулся с какими-то вначале непонятками в плане прокачки. Здесь есть свои особенности, не похожие на вообще другие игры, танковые или корабли, неважно. Поэтому в этом видео я пройдусь по всем этим моментам, чтобы те, кто только начинает в неё играть, сразу понял, что к чему, как здесь прокачиваться, куда стремиться, сколько здесь вообще уровней прокачки кораблей и так далее. Начнём с того, что здесь нет классических каких-нибудь 10 уровней кораблей, здесь очень мало этих самых уровней, так называемых здесь тир. Это всего лишь 3, а по сути 2 на самом деле. Здесь есть буквально первый тир с несколькими кораблями, так чисто для того, чтобы сюда вливаться, первые бои сделать против ботеек и всё. Как видите, их тут совсем мало, хотя есть довольно интересные вот такие вот аппараты, необычные по внешнему виду. И далее идёт второй тир. Плюс всё это заканчивается, я так понимаю, здесь самым основным игровым. Это третьим тиром. Здесь больше всего всякого разного и донатного, и боевых путей. Из боевых путей падает, как правило, много именно третьего тира, всяких улучшений, модулей и так далее. Следующий ещё момент, такой нестандартный особенность, я бы назвал особенность этой игры, это как здесь выглядит прокачка. И вообще в целом, вам, например, сходу взять там какой-нибудь третьего тира корабль, типа топовый считается, да, вообще не проблема. Здесь опять же нету какой-то линейности и ограничения. Сначала прокачай там первый уровень, потом второй, потом третий только сможешь. Вообще без проблем, я сразу взял себе там буквально через пару недель игры, просто нужно нафармить нужное количество денег для того, чтобы сразу купить какого-нибудь третьего тира корабль. Это опять же можно сделать вполне себе без каких-либо проблем. Что касается прокачки дальнейшей, тут тоже всё довольно запутанно. Ну как, запутанно первое время, только пока непонятно, что вообще к чему. Особенность первая, именно в прокачке. У тебя есть модули. То есть ты берёшь корабль и у него какие-то есть стандартные модули. Но фишка в том, что тебе не обязательно именно с этими модулями катать. То есть у тебя есть ракетная батарея, у тебя есть какая-то пушка, ну в данном случае гранатомёт, торпедный аппарат, вертолёт. И каждый этот слот ты можешь заменить. Ракетная батарея, российский корабль, ракетная батарея. Заходим в магазин оборудования. Сразу тебя закидывает в раздел ракетных батарей. И здесь просто вот он список всех ракет, которые ты можешь поставить на этот корабль. Начиная опять же с первого тира, ну смысла нет брать естественно ниже, хотя возможно какие-то есть в этом фишке. Ты если поставишь просто сразу там третьего тира, если ты на втором тире, ты возьмёшь третьего тира оборудования, тебя закинут к третьему тиру. Но в целом ты можешь выбирать, неважно как видите, американские, японские, шведские, итальянские, какие угодно ракеты. На один и тот же корабль. Точно так же с пушкой, заходишь в пушки, в магазин оборудования и ставишь какую хочешь пушку, сравниваешь по характеристикам, по твоим целям. И с одной стороны для меня пока всё ещё это не совсем понятно. Оно в том плане, что это как бы немножко убивает какую-то именно изюминку конкретного корабля. Потому что всё это оборудование можно поставить на любой корабль. Но с другой стороны, всё ещё остаётся фишка корабля в чём. То есть у тебя помимо того, что у самого корабля есть какие-то, давайте перейдём в мастерскую, есть какие-то характеристики базовые, прочности, скорости и так далее. Это естественно у корабля у каждого будет своё. Но помимо этого и получается количество вот этих модулей у всех будет разное. То есть здесь могут быть... Вот здесь у нас, например, одна ракетная батарея. Вот на этом корабле, к примеру, у нас уже ракетных батарей две. То есть сюда можно поставить две разные какие-то ракеты. Опять же, всё касается остального то же самое. Может быть ПВО одно, два, ещё сколько-то там. Ну и вплоть до каких-то особенностей других там. То есть вообще может быть чего-то не быть. Не может быть вообще ракетных батарей, а только пушки, к примеру. И плюс попадаются ещё вот такие вот с замочком модули, которые нельзя уже ни на что другое поменять. То есть только это будет стоять и всё, другое никак не заменишь. Так что в целом особенность корабля всё равно остаётся. Окей, у нас есть, собственно, вот это вот всё модули. У нас есть корабль, который ты покупаешь со своими характеристиками. У нас есть какое-то количество модулей. А что дальше делать? То есть типа купил корабль и всё. И больше ничего не нужно улучшать, там прокачивать модули какие-то. В целом, помимо того, что ты эти модули можешь менять, они и улучшаются. Они улучшаются через мастерскую. Каждый этот модуль, корабль отдельно, со своими характеристиками. Отдельно ракеты, отдельно гранатомёт. То есть каждый абсолютно модуль улучшается. Улучшается каким образом? С помощью вот таких вот улучшалок. Они здесь так и называются. Очки улучшения. С помощью очков улучшения. Эти очки улучшения капают либо с каких-то ежедневных задач, либо с боевого пути. В принципе, там можете через... Вот даже просматривая рекламку, они тоже доступны. Их можно там по две штуки себе потихоньку собирать. Либо просто покупая за ту же самую основную здесь игровую валюту. Как она называется, кстати говоря? Доллары. Да, просто доллары. Внезапно. Через доллары покупаете себе эти самые улучшения, с помощью которого вы каждый модуль будете улучшать. То есть, к примеру, берем, заходим в мастерскую и понеслась. Но вы не просто вкидываете сюда очки. То есть, каждый раз, когда вы сюда закидываете очки, то есть, каждая ступень у вас прибавляет характеристики. Например, прочность 345 тысяч. На следующей ступени будет 355 тысяч 350. Но прикол в том, что вы не просто таки нажали, типа, и все. И улучшили на одну ступень. Здесь есть шанс улучшения. И первый раз тут 100%. То есть, вы гарантированно улучшаете его на одну ступень. Второй раз 100% шанс. Третий раз 100% шанс. Но потом начинается сразу вот такая вот тема. Шансы эти уменьшаются. И чем ближе вы к максимальной прокачке этого модуля, тем эти шансы будут падать и падать. То есть, вы нажимаете еще, уже 50%. Еще, вот видите, не получилось. То есть, очковое улучшение улетело впустую. Еще разочек не получилось. Потому что шанс уже 50%. Я в целом пока для себя вывел такую формулу. Я примерно закидываю сразу до 10%. И дальше уже не парюсь. То есть, если что-то очень хочется, да, я трачу. Но, как мне кажется, вот до 10%. Ты немного тратишь очков, чтобы прокачать. Потом, получается, уже тебе нужно намного больше вкидывать. Потому что 10% всего. И при этом прирост здесь на каждой ступени не такой большой, чтобы тратить такое большое количество очков. Так что, вот так происходит улучшение. У корабля их несколько. И у каждого модуля, у ракет, есть урон, дальность, перезарядка, боеприпасы. То есть, здесь нету такого вообще параметра, как типа перезарядка корабля. И все. И это будет касаться всего твоего вооружения. Нет, у каждого вооружения есть своя перезарядка. У ракетной батареи, у пушки, у гранатомета, у торпедного аппарата. У всего этого есть свои характеристики. Но, как правило, это урон, дальность, перезарядка и количество боеприпасов, которые вы сможете с собой таскать. Это тоже здесь есть. Ну и, опять же, то, что еще мне очень понравилось в этой игре. Даже на не только. То есть, здесь есть, естественно, авианосцы, которые основные носители всех этих воздушных модулей, так сказать. Штурмовики, истребители, вертолеты. То есть, основная, естественно, масса всяких самолетов и вертолетов находится на авианосах. Но очень много кораблей, которые с собой таскают вертолеты. То есть, опять же, берем просто вот этот, например, эсминец. Здесь есть модуль вертолет. Здесь сразу стоит К-58. Вот такой вот вертолет. И он на многих кораблях присутствует. Вот такой площадкой сзади. И это отдельный такой геймплей свой. Ты можешь сразу и кораблем переключаться на вертолет. И, опять же, этот самый модуль. Ты можешь абсолютно без проблем поменять на другой. То есть, это тоже модуль. Поэтому и вертолет ты можешь поставить сюда какой душе угодно. Здесь есть какие-то редкие, легендарные, которые тяжело найти. Есть, которые просто вот отсюда. Ты можешь купить за обычные доллары. Либо здесь бывают, попадаются какие-то модули, которые можно купить за золото. Но не то, чтобы золото здесь, это именно донатная валюта. Вот, например, золото падает тебе просто из боев за фраги. Можно, опять же, просматривать рекламку через телефон. И тогда тебе будет капать. И это все постепенно копится. В боевом пути также оттуда тоже капают эти самые, это самая голдишка. Так что, в целом, она у вас всегда есть. Бывает даже в ежедневных миссиях, кстати говоря, за выполнение тоже капает. Еще одна особенность, это сами модули. Вы помимо того, что можете сюда выбирать, какие хотите, прокачивать их, вы можете и переставлять их с одного корабля на другой. То есть, я вижу здесь два варианта развития событий. Либо вы берете какой-то корабль, выбираете конечный вариант модулей, которые вам подходят, прокачиваете их полностью. И потом на следующем корабле делаете то же самое. Выбираете модули, какие вам нужно, прокачиваете их до конца. И так на каждом корабле. Но в целом, вы можете их переставлять. То есть, один раз улучшив какой-то один модуль. Ну вот, к примеру, давайте возьмем Су-25. И опять же, есть такие варианты, что, например, вот этот самолет, он один у меня. В принципе, один. Я не могу их докупить, потому что этот самолет достался из боевого пути. Одна штука. И я не могу этот самолет поставить везде, на всех авиках. То есть, прикол в чем. Если мы, например, возьмем, зайдем в Новороссийск, то мы увидим, что вот здесь Су-25, это то, что те самолеты, которые у меня куплены. Его нету. Мы заходим в магазин, видим, что в магазине его здесь тоже нету. Потому что в магазине продаются стандартные такие, скажем так, все модули, которые не отражают то, что вообще есть в игре. То есть, здесь просто стандартный такой самый список, который вы можете либо за доллары, либо некоторые купить за голду. Но какие-то суперредкие, легендарные, точнее, ну, это, наверное, редкие как раз здесь есть, а какие-то легендарные, эпические здесь вы не найдете. В инвентарь заходим и понимаем, что в инвентаре тоже этой сушки нету. Что, кстати говоря, дико неудобно. То есть, поставив какой-то единичный модуль, который у тебя в одной штуке, на корабль, ты должен запомнить, что он у тебя там стоит. Потому что иначе ты его нигде, ни в каких списках здесь не найдешь. Только тыкать на каждый корабль и проверяйте, где же у меня стоит он. В целом, как бы, да, есть на самом деле варианты купить и эту сушку, которой здесь нету в стандартном магазине. Но это уже находится все на рынке и здесь вам уже придется потратить именно настоящие реальные деньги, а по-другому никак. Ну, вот она, в принципе, Су-25. Кстати, стоит немного, 85 арткоинов. У меня тут потихонечку 69 уже скопилось. Так что, в целом, я могу докупить еще. И чтобы у меня сразу на двух, скажем, авиках стояло. Но это уже, как бы, другая история. Так вот, для того, чтобы вы можете эти модули между кораблями переставлять, вам нужно только это будет запоминать. Это немножко геморройно, пока, как я вижу. Но, если вы хотите, в целом вы можете. У вас есть супер прокачанный по максимуму самолет, например, который вам очень нравится. Вам необходимо сначала этот самолет отсюда убрать. То есть, вам для начала нужно будет выбрать какой-то другой. И вот теперь эта сушка появится в списке вот здесь. В списке тех самолетов, ну, модулей, опять же, которые у вас есть. То есть, это работает абсолютно на каждый так модуль. Теперь вы можете его установить. И тот же самый самолет, но уже прокачанный на максимума, вы берете и ставите на другой корабль. То есть, в целом, если у вас небольшой список кораблей, то вы это вообще без проблем можете делать. Вам какие-то конкретные ракеты очень понравились, гранатометы, самолеты или там вертолеты. Что-то вам конкретное очень понравилось. Вы эти модули на одном корабле вкачали в максимум. И потом просто переставляете их с одного корабля на другой. Но вам нужно знать, опять же, и помнить, что и как, где оно. То есть, этот каждый модуль, даже, как видите, что опять мне кажется очень неудобным. У меня есть К-52. Посмотрите, какое количество К-52. Спрашивается, какого хрена они вот здесь каждый отдельно. Ну, то есть, они же, если бы эти модули, я понимаю, если бы они были на... Каждый этот вертолет был прокачан на какое-то определенное количество, да. Это должны быть разные ячейки. Но они же стоковые все. Зачем мне вот такой список одинаковых вертолетов? Сделайте один. Вот здесь с циферкой, что их там Х5, к примеру. Это было бы гораздо удобнее, потому что, когда эти количество модулей увеличивается, когда большой и так список, ну, то есть, к примеру, я взял ракеты, повыкупал. И потом еще они из ежедневок, например, каких-то падают. И вот, прикиньте, у меня ониксы. Просто список одних ониксов. Хрен знает сколько приходится листать. Это не очень-то удобно. Если они одинаковые в плане улучшений, какой смысл их растягивать на каждый отдельный модуль? Но в целом, в общем, как вы поняли, есть еще и вот такой вариант. Переставлять. Взяли, выбрали, убрали с одного корабля, где он стоит. Поставили на... Выбрали тот корабль, который вам нужен. Выбрали модуль. И уже здесь он появился. Установить предмет. Так что, вот такие вот особенности этой игры в плане уровней техники, в плане прокачки. Не знаю, будет ли здесь появляться в дальнейшем какой-то четвертый тир. Потому что, в целом, на третьем тире я встречал довольно-таки современные корабли или даже прототипы. Поэтому не факт, что здесь появится четвертый. И, в общем, вы без проблем можете врываться сразу в какой хотите. Ну и, естественно, сами понимаете, чем выше тир, тем там жестче игроки. И поэтому в начале туда особо торопиться не стоит. Но попробовать, так сказать, всегда можете. Вот такое вот небольшое вступительное видео в плане прокачки. Я всегда, когда в какие-то игры начинаю играть, делаю какое-то такое вступительное видео. С простыми самыми стандартными вещами, которыми вы будете встречаться сразу при знакомстве с игрой. Ну и дальше в дальнейших видео тоже буду про какие-то корабли рассказывать и про какие-то особенности. Надеюсь, видео было полезным. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Всем пока.